В эфире программа подробностей. Сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы фракции ЛДПР Александром Шерином. Здравствуйте. Здравствуйте. На сегодняшний момент происходит активное обсуждение того момента, что бюджетный комитет Госдумы рекомендовал повысить акцизы на топливо. Расскажите, каково ваше мнение по этому вопросу и к чему все это может привести? В первую очередь хотелось бы обратить особое внимание, чтобы раз и навсегда мы обозначили, что все неприятные и непопулярные решения пытаются преподнести средства массовой информации от имени Государственной Думы. Бюджетный комитет Государственной Думы мог с этим вопросом выйти и он вышел с этим вопросом только потому, что об этом попросило правительство Российской Федерации. К чему это приведет? Естественно, это приведет к повышению цен. Автоматически начнут расти цены не только на топливо, начнут расти цены на электричество, на газ и на иные энергоносители. Естественно, это все ударит по карману наших уважаемых избирателей. Естественно, подорожают продукты питания, подорожает продукция, производимая на территории Российской Федерации, подорожают перевозки и так далее. Все это является следствием того, что правительство Российской Федерации привыкло торговать нефтью и газом за границу по цене 100 долларов за баррель. Когда нефть дешевеет в три раза и в бюджет Российской Федерации, которая поступала около 52% доходов за счет продажи наших углеводородов, они не знают, что теперь делать, что делать для того, чтобы пополнялся бюджет Российской Федерации. И ничего более талантливее правительство Российской Федерации не может придумать, как повысить акцизы, как повысить налоги, как ввести дополнительные платежи на граждан Российской Федерации. Если в большинстве развивающихся европейских стран мира стремятся расширить рынок, стремятся пополнить бюджет страны за счет внешних ресурсов, за счет увеличения экспорта, за счет увеличения преобладания своей продукции на заграничных рынках для того, чтобы пополнять бюджет своей страны, за счет денежных средств, которые привлекаются извне и улучшат жизнь граждан, то правительство Российской Федерации на сегодняшний момент принимает одно простое решение – собирать деньги за счет собственных граждан. И поверьте мне, это ни в коем случае не ударит по карману банкиров, это ни в коем случае не ударит по карману газовиков или нефтянников. Они свою маржу себе в карман обязательно положат. Это ударит по карману рядовых потребителей этой продукции. Соответственно, на заправках поднимется цена на топливо, соответственно, все, что сегодня связано с топливом, в том числе и приближающая уборочная кампания, и приближающиеся весенние пассивные работы, все это приведет к тому, что наши фермеры в том числе встанут перед очень серьезной проблемой – это пополнение своих запасов ГСМ. Правительство предлагает повысить эту акцизу с 1 апреля, а уже в мае месяце начнутся пассивные работы, а летом начнутся уборочные кампании. И вот сегодня нужно еще раз напомнить, о чем говорит ЛДПР. Это полная монополизация государства всех энергоресурсов на территории Российской Федерации. Все энергоресурсы должны быть под контролем государства. Государство должно регулировать цены. Государство должно пополнять бюджет Российской Федерации за счет продажи газа, бензина, нефти, углеводородов. Но обратите внимание на следующую ситуацию. Если этот закон внесен в Государственную Думу правительством Российской Федерации, то он будет обязательно принят. Если какой-либо закон внесен депутатами Государственной Думы от фракции «Единая Россия», самый непопулярный, он обязательно будет принят. Потому что из 450 депутатов в Государственной Думе – 2 трети депутаты от «Единой России». Но мы ЛДПР предлагаем в Российской Федерации принять федеральный закон, согласно которого будет черным по белому расписано. Вне зависимости от того, сколько будет стоить налоги или акцизы, на внутригосударственном рынке для граждан Российской Федерации газ должен стоить от 1 рубля до 1,5 рублей за кубометр. Электричество должно стоить 1 рубль за киловатт. Топливо должно стоить от 10 до 15 рублей в зависимости от октанового числа. Это должен быть закон. За границу можно продавать по какой угодно цене. Но на внутреннем рынке граждане Российской Федерации должны знать, что и через 5, и через 10 лет их бюджету ничего не угрожает. На сегодня правительство Российской Федерации дать гражданам ничего не может, но взять они могут всегда, принимая такие законы. Это приведет к ухудшению положения граждан и снижению экономических темпов развития Российской Федерации. Нашим предпринимателям будет после этого очень тяжело. Вы сейчас в своем ответе затронули тему сельского хозяйства. На сегодняшний момент также очень актуально такое понятие, как импорт и замещение. Какие позитивные моменты вы видите в этой теме и обозначите проблемы? Позитивная тема – это сама мысль того, что на территории Российской Федерации ни в коем случае не нужно завозить продукты извне. Мы можем стать такой мировой грядкой. Мы можем обеспечить половину планеты Земля продуктами питания, производимой на территории Российской Федерации. Но для того, чтобы у нас действительно было импортозамещение, нужно предпринять ряд конкретных шагов, которые правительство Российской Федерации на сегодняшний момент не предпринимает. Первое, я уже обозначил, это государственное регулирование цен на энергоресурсы. Даже та же самая капиталистическая рыночная Германия, в ней существует закон, согласно которого на заправках для сельскохозяйственных производителей дизельное топливо продается по цене на 25-30% дешевле, чем на всех остальных заправках. Чем отличается это дизельное топливо? Оно подкрашено в синий цвет. И если, не дай бог, это топливо будет обнаружено в автомобиле, который никакого отношения не имеет к сельскому хозяйству, то его владелец будет подвергнут штрафам и привлечен к уголовной ответственности. Это делается для того, чтобы сельхоз, товаропроизводители этим топливом заправляли только свою технику, но не занимались спекуляцией этого топлива. Этого в Российской Федерации на сегодняшний момент нет. Кто бы мог организовать дешевые цены на топливо в Российской Федерации? Государственная нефтяная компания. Какая у нас сегодня государственная нефтяная компания? Роснефть на 75% принадлежит государству. У Роснефти есть нефтеприрабатывающий завод, в том числе на территории Рязанской области, пригороде города Рязани. Что сегодня происходит с единственной национальной нефтяной компанией? Ее правительство Российской Федерации выставляет на приватизацию. То есть, если сегодня какая-то заграничная нефтяная компания заинтересованная заплатит больше за акции Роснефти и получит контрольный пакет, то из-за границы нам будут диктовать, по какой цене компания Роснефть должна продавать бензин на территории Российской Федерации. Следующее, что должно сделать государство, это восстановить советскую систему за год контор, о чем говорит ЛДПР, чтобы все жители нашей страны могли по фиксированным нормальным ценам продавать продукцию сельхозпроизводства государству. Сегодня государство свои потребности для обеспечения продуктным питанием вооруженных сил, МВД, мест лишения свободы, детских садов, школ и многих других муниципальных учреждений покрывает за счет того, что проводят торги. Но на этих торгах продукты питания закупаются у перекупщиков. Если бы в нашей стране, как и в советское время, во всех районах восстановили бы за год конторы, то фермер или пенсионер, который не может попасть на рынок, который не может попасть в торговые сети, мог бы сдать эту продукцию государству. И государство те же самые деньги бы потратило на закупку этой продукции, но по более выгодным ценам, напрямую производители, производители получили бы рынок сбыта, государство бы сэкономило деньги. В Европе на сельское хозяйство кредиты выдают под 0,5% годовых. В Европе дотация на каждый гектар земли составляет 400 евро, в Российской Федерации 400 рублей. В Европе за подведенные коммуникации вам компенсирует государство 40% от ваших затратных средств. В Российской Федерации Россельхозбанк выдает кредиты по 26% годовых. Никаких год для сельхозтоваропроизводительной энергоресурсии не существует. Они покупают газ, электричество и топливо по рыночным ценам. Поэтому те фермерские хозяйства, которые сегодня работают, и те крупные аграрные холдинги, которые сегодня работают, это исключительно заслуга их руководителей. Огромное им спасибо, что они сохранили колхозы советских ребёнок, что они провели грамотную экономическую политику, сохранили трудовой коллектив и сегодня занимаются сельским хозяйством. Сегодня в СМИ активно также обсуждают то, что Минтранс рекомендовал повысить налоговые льготы по системе Платон. Вот что это за система, как вы её видите и почему она вызывает такое недовольство у водителей дальнобойщиков? Значит, откуда взялась система Платон? Во-первых, это попытались взять пример с Европы. У нас всё, что хорошее в Европе, это для Европы. Всё, что плохое в Европе, это почему-то на Россию перенос. Никогда европейские примеры не могут служить примером для России. Объясню почему. Потому что территория Саратовской области сопоставлена с территорией Франции. Поэтому ни в коем случае всё, что хорошо для французов, не может быть хорошо для территории всей Российской Федерации. Когда начал образовываться Евросоюз и открыли они у себя границы, то дальнобойщики различных стран начали ездить через транзитные государства. И транзитные государства европейские, которые не имеют права перекрывать границы и должны свободное перемещение давать товарам, начали возмущаться, что дороги ремонтируют они, что налогоплательщики тратят свои деньги для того, чтобы европейские страны ремонтировали свои дороги, а дальнобойщики соседних европейских государств ездят транзитом через их территорию и разбивают их дороги. Они придумали эту систему, чтобы с тех дальнобойщиков других стран, не своих собственных обдирать, а с других стран собирать эту дань, когда он въезжает на территорию государства, стоит соответствующая рамка, считывает данные, что этот дальнобойщик въехал, с каким он грузом проехал через территорию, потом считывает сколько километров по системе ГЛОНАСС он проехал по их территории, проехал в другую страну, и вот это расстояние выставляется в виде счета, на каждый километр эта машина платила. Но это собирали с граждан и дальнобойщиков других соседних стран Евросоюза. У нас же придумали это собирать с собственных дальнобойщиков. У нас сегодня закрыли нашим дальнобойщикам рынок в Польшу, Украины не пропускают. Сегодня белорусы все наши транзитные денежки забрали. Сегодня белорусы приезжают на территорию Российской Федерации, получают грузы, и их транспорт спокойно пропускают в Европу. Сейчас наши дальнобойщики и так решились, работы, они не зарабатывают денег, так их еще внутри страны пытаются ободрать. Сегодня акцист повышается на топливо все равно, налоги на транспорт все равно повысились, еще ввели новую плату системы Платон. Вот откуда она взялась на территорию Российской Федерации. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Александр Шерин. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин